В этом видео мы купим монеты TON. Есть несколько способов это сделать. Мы используем самый простой, быстрый и в то же время надежный. Для того, чтобы не ошибиться и не попасть на мошенников, снова перейдем в браузер на официальный сайт ton.org и здесь нам нужно найти криптобот. Он находится в разделе Wallet и покажу, где его найти в разделе Apps and Service. Вот тот бот, который нам нужен. Криптобот. С синей галочкой. Переходим. Бот находится в телеграмм. Нажимаем кнопку старт. Для того, чтобы купить монеты TON нажимаем на кнопку маркет. Нам нужно купить. Выберите локальную валюту для покупки и продажи монеты в маркете. Меня интересуют рубли. Выберите криптовалюту, которую хотите купить. TON COIN 192 рубля 66 копеек на текущий момент. Далее выберите банк и я выберу Сбербанк. Здесь Вы можете купить TON за рубли через Сбербанк. На этом шаге выберите продавца, у которого будете покупать монету TON. Первая колонка – это количество доступных монет у данного продавца. Вторая колонка – это цена, по которой этот продавец продает монету. Третья колонка – это минимальная сумма и четвертая колонка – это максимальная сумма, на которую можно купить монету. Я куплю сейчас минимально на 100 рублей, поэтому выбираю первый, первого продавца. Еще раз смотрим на условия продажи. Это продавец, это количество сделок, из них 100% завершено успешно. Цена за 1 тонн 196.90. Доступный объем, лимиты, способ оплаты Сбербанк, срок оплаты 15 минут. Надежность покупки и продажи монет в криптоботе заключается в том, что сервис выступает в качестве гаранта сделок. Когда вы осуществляете покупку монет тонн, то сервис криптобот замораживает ту сумму, которую вы покупаете у продавца. Соответственно, у продавца обязательно должна находиться эта сумма на счете в его кошельке в криптоботе, и тем самым это страхует вас от мошенников. Пойдем дальше. Я нажимаю кнопку «Купить тонн». Нажимаю кнопку «Начнем». И перед первой покупкой нам необходимо ознакомиться со всеми правилами и прислать в этот бот «Да, я подтверждаю», чтобы подтвердить согласие с правилами использования маркета. Еще раз нажимаю «Купить тонн». Пришлите сумму сделки в тонн, которую вы хотите купить. И здесь я могу указать либо количество монет тонн, которые я хочу купить у продавца, либо я могу указать сумму в рублях, на которую я куплю монеты тонн. Я хочу указать сумму в рублях. Покупаю на 100 рублей. Проверяем. Мы получим 0,5 тонн за 100 рублей. Создать сделку. И сейчас в течение 10 минут мы ожидаем подтверждения сделки. Продавец принял сделку. Отправьте оплату через Сбербанк. Нажимаем кнопку «Посмотреть сделку». Способ оплаты Сбербанк. Реквизиты. Номер телефона. Соответственно, перевожу оплату 100 рублей через Сбербанк в течение 30 минут. Еще один момент. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы кроме реквизитов также были указаны и проверочные данные. Например, в Сбербанке для проверки обычно используется фио-получателя, в частности, имя и отчество, и первая буква фамилии. В данном случае я этих данных не вижу, но так как сумма 100 рублей, в принципе, маленькая цифра, я просто для ускорения сейчас запись этого видео переведу именно этому продавцу. Но если бы я оплачивал гораздо большую сумму, то, наверное, я выбрал бы другого продавца. Хотя, естественно, мы также помним о том, что сервис Криптобот является гарантом сделки, и в любом случае сумма 0,5 тонн будет удержана до завершения этой сделки, то есть заморожена на кошельке продавца. Поэтому, в принципе, это не критично, но для того, чтобы свериться, что вы сами правильно ввели реквизиты, все-таки лучше, чтобы эта проверка была. Я отправил 100 рублей на указанные реквизиты и нажимаю кнопочку «Оплата отправлена». Вы подтверждаете? Да. Ожидаем подтверждения оплаты от продавца. Сделка успешно завершена. Вы получили 0,5 тонн. Открыть кошелек. И мы видим, что на кошельке тонн находится 0,5 тонн коинов. Чтобы вы понимали, номер кошелька в Криптоботе это не тот же кошелек, который мы создавали в тонн кипере. Это разные кошельки, которые вы можете использовать для хранения тонн коинов. Маленькие суммы вы можете хранить на этом кошельке, если периодически меняете их, либо выводите. А более крупные суммы я все-таки рекомендую хранить в вашем личном кошельке в тонн кипере. Продолжение следует... Продолжение следует...